Добрый вечер! Официйные итальянские делегации. В эти дни ее представители знакомятся с экономикой и социальной сферой региона. Среди основных стремливающих факторов значны одрознение в законодавствах, оброжатого бизнесменам, которые имеют желание открыть у нас свою справу. Необходно уличить такие нюансы, как разница менталитетов и мовные проблемы. Разом с тем, при реальном желании сопротивления, эти тяжкости можно худко переодолить. Трудности были в основном в начале. Естественно, это трудность барьера языкового, а также трудности по приспособлению к условиям белорусским ведением бизнеса. Супрасовненство Гомельской области с Италией началось с гуманитарной сферы и оздоровления детей с потерпелых регионов. Сегодня Бакир их то есть пропоновы по наладживанию экономичных совязев. У приватности подчас этого визита агучивается проект по выкористанию на территории Гомельской области альтернативных крыльниц энергии, причем размовы идти об промызомежных инвестициях больше, как у 100 миллионов евро. Активизация взаимовыгодных совязев стала особливо махчимой после леташнего наведывания провинции Парма официйной делегации Гомельщины и подписания двухбаковых опагаднения. Обганблюва экономичным, новоково-техничесным и гуманитарным супрасовненстве. Тады, разом с керавниством в области, у делу сустречах примали и простонники деловых колор региона. Сегодня можно казаться об тем, что этот документ набывает практичные рисы. Сегодня начался очень активный диалог именно по теме сотрудничества взаимовыгодного. Считаю, что есть возможности хорошего сотрудничества. На передо дне Дня Великой Перамоги мы представляем ваше увазе суместный проект Телерадо Компании Гомеля и областного музея военной славы в улице Героев. Мы расскажем про подвиги наших земляков, имя яких носить в улице Гомеля. Наступный материал присвящен нашей земляшце боевой лётчице Галине Дакутович. У тем лику, дякую шияе подвигам, у часы войны гитлеровцы познали жах под назвой «Начные ведьмы». В улице Дакутович у Гомеле гэта мяжа чыгуночная и советская районов города литеральна по линии Реек чыгунки на гэтом участку. Сама улица Дакутович сихая, невеликая, меньше за километр. Жилый сектор у кветках яблый. В основном дравляныя побудовую у тем лику пасля военного часу. Тут разместились Гомель-Гарсвятло, автозаправочная станция, дыспециализованная маэстерня с магазином. А лишь хто стоит за назвой гэтой в улице Дакутович. Во время войны она стала лётчицем, летала на лёгких ночных бомбардировщиках в составе Таманского полка 46-го. И, собственно говоря, много было боевых вылетов, совершенные. К сожалению, в 43-м году у станицы русской в Краснодарском крае она погибла. Минавито-Гомельский аэроклуб выхава у Галине любоу да неба. Потым был Московский авиацинный институт, а с початка войны специализованная авиашкола боевых пилотов. Яшэу переед на вучанне зимой 1942 года в якости штурмана Дакутович лятала на тяжким транспортном самолёте. Потым здейсняла больше за 120 боевых вылетов. И сгорыла у полднёвым небе Тамани у ночь на 1-е жнивня 1943 года. Наши девушки хотели побольше взять боеприпасов. Часто оставляли парашюты. Поэтому, когда попадали, так сказать, под свет прожекторов, достаточно было зажигательного патрона, чтобы, в общем-то, они просто сгорали в воздухе. Минавито 46-й Таманский полк Галины Дакутович немцы прозвали «Ночные ведьмы». Лётчицами было скинуто, каля трёх миллионов килограммов бомбов, 26 тысяч запальных снарадов. Было выкликано больше за 800 пожаров и 1600 выбухов великой могутности. Галина Дакутович загинула у бои, каля ёй было усяго 22 годы. Виталь Довгий, Дмитрий Радзянко, Сергей Лукашук, Толерадо, компания «Гомель». Напереды дни святкования 71-й годовины перемоги у Великой Альшиной войне молодые супрацовники Гомельской мытни прыняли прысягу. У расистае меропраемство отбылось асёння на Аллее Героев. У першыню супрацовники мытных органов пашали прымать прысягу, наверное, с беларускому народу и державе в 2064 годе. Пасля таго, як указам президента, был затвержен яе текст. С таго моменту, што год церемония проходит в аурашистых абставинах. Сёня прысягу проняли 17 молодых супрацовников Гомельской мытни. Гостями церемонии стали студенты беларуского державного университета транспорту, які так само планують звязать своё житё со службой в мытных органах. Сегодня мы отмечаем День образования Гомельской таможни. И я уверен, что у тех сотрудников, которые принесут сегодня прысягу, праздник будет двойным. И такое важное событие в жизни, как принятие прысяги, ну и годовщина образования Гомельской таможни, той организации, которую, я очень надеюсь, они считают своей родной организацией. Специальный пожарный аварийный воротовальный цягник продемонстровали на учениях областного управления Министерства по надзвышанных ситуациях в Гомеле. 150 тонн воды, особная бригада и вельми эффективное тушение пожару. Змеса подзей наш корреспондент Яуген Пабалавец. У поля горить трава, есть вероходность перехода торфяного пожара на подземные коммуникации чагунки. Это легенда в учению. До речи, такая ситуация целиком реальная у этого периода года. Буквально уже в прошлом году мы совместно с МЧС выезжали на тушение пожара в Буду-Кошелевском районе. Такая ситуация сложилась, что воды не было поблизости совсем и в течение четырех часов мы ликвидировали пожар на данном участке. Головное призначение пожарного техника, ликвидация пожара и авары на станциях про всякие перемешается великая кулькость грузов. Усяго по краине таких техников 18. Четыры у Гомельской области. На самых буйных станциях, таких як Гомель, Жлобин, Калинкович и Барбаров. У летний период за кошт додатковой цистерны агольный объем воды досягает 170 тонн. Это, как во всех пожарных машинах Гомельского гарнизона, разом. Часом техники выкористовывают и на ликвидации палов травы и лесных пожаров. Последний год 15-й показал, что в естественных водоемах уходит вода с установившейся жаркой погодой. И в принципе тушение возникающих лесных пожаров, торфяных пожаров связано с нехваткой воды. Поэтому данный поезд, при возможности, если есть вблизи железная дорога, он привлекается. В прошлом году привлекался порядка пяти раз. Он очень эффективный, 150 тонн воды вывозит, плюс наличие личного состава. Подчас влучшению так само проверили стан готовности народной господарки в области до летнего периода. А так само отпрацевали алгоритм взаимодействия подчас пожаров. От выявления узгорания до его своей часовой ликвидации. Есть определенные недочеты, которые есть. Скажем так, это определенная, может быть, даже дисциплина где-то хромает, что не добежали до конца за некоторыми мелочами. А в целом работники Министерства по чрезвычайным ситуациям, работники Народно-хозяйственного комплекса готовы, не дай бог, к какой-то ситуации, которая, не дай бог, произойдет. Евген Побловец, Дмитрий Родянко, телерадиокомпания «Гомель». Гомельское областное громадское объединение «Инвалиды-спинальники» завершило буйный социальный проект, який продолжился целый год. Его головной метой было звернуть увагу громадкости на проблемы инвалидов. Какие из них самые значные и тем мягчимы их вырешить, отказы шукала Ганна Ковалева. Сергей Бауманис у инвалидной колясцы уже около 20-ти годов травму позвоночника отримал подчас неудалой посадки самолета. В 90-х годах переехал у Гомель у гэты дом по улице Маневича. Привыкать пришлось и не только до нового места жихарства, а и до новых умов самого життя. Бокап добраться до лифта, треба было переодолить шесть приступок. Что для человека у колясцы без сторонней допомоги не переодольная перешкода. Тогда из-за допомоги он звернулся у дома керавництва. Уход кемчася тут усталевали специальную конструкцию. Врату у Ваеяна Сергея и зараз. Да, он немножко тяжеловат, потому что железо черное, хотелось бы полегче. Но это такой вариант, который мне позволяет самостоятельно выходить и заходить домой. Вообще в Беларуси, да, в Беларуси это самый острый вопрос стоит выхода людей на коляске из своего жилища. Дорогие, этот дом был побудован еще в начале 80-х. Тогда в проектах будинка пандусы или подъемники не значились. Отшел, что эти проблемы на себе, Сергей выросил заняться грамадской праце. Сейчас он является членом Гомельского областного грамадского объединения инвалидов-спинальников. Кажется, еще совсем недавно 80% колясочников не могли выйти со своей квартиры. В 2013 году в будовничной норме были унесены изменения. Теперь произведение новых домов безбарьерное осеродье продуглеживается першеподшатково. Мы должны сегодня в области делать все для того, чтобы жизнь наших, в первую очередь, инвалидов-колясочников была более облегченной. То есть вопросы, которые должны решать сегодня и архитектура, и городостроение, в первую очередь строительство новых объектов, от реконструкции объектов, понижение тротуарной плитки, в транспортной системе. Великий крок сделан в этом плане у будинка грамадского корыстания. Однако, если у вас есть, что человеку в инвалидном кресле не складает проблем, то уже внутри перемещаться бывает просто немогчимо. У всех эти проблемы и поднимают на поверхню грамадское объединение инвалидов-спинальников. Только что его члены завершили буйные проекты, которые продолжаются целый год. Его выники подвялись за круглым столом в Комитете по праце, занятости и социальной обороне насильництва Гомельского облавы Канкама. Удел приняли представники державных структур и организаций. Дарочая за час деяния проекта был проведен в шерах акций с упрацовниками ДАИ, транспортных предприемствах Гомельщины и специалистами будовничьей сферы. Новая такая форма работы в рамках проекта была – это встречи со студенческой молодежью. У нас были две встречи – это в Белорусском нашем государственном университете транспорта со студентами факультета промышленного гражданства и строительства. Это будущие наши строители, будущие архитекторы, проектировщики, которые увидели, что значит безбарьерная среда для конкретных людей. Это для них будет в будущей работе, наверное, тоже важно. И со студентами медицинского нашего университета. Там проблема поднималась, проблема реабилитации. По выниках круглого стола принята резолюция, по якой будет побудована дальнейшая праца. При этом створение безбарьерного сяродзя – один из первых пунктов затвержденного плана, а життя ведь его усим разом махчима при уделе уладу и будовниших организаций. Складание у иншим – навучить громадство в целом жить, уличывающий интересы усих. Утемлику и людей с обмежаванными махчимастями. Ганна Ковалева, Валерия Гапанько, Игорь Марышченко, Телерадо, компания «Гомель». У «Гомеля» распачался штугадовый великодный фестиваль. Его основная мета – одражение у громадствия христианских традиций. Все лета юн пройдет уже в 13-й раз. При этом география фестиваля поширилась, а в программе з'явились новые мероприемства. Подробязности в наступном материале. Выстава малюнков и работ декоративно-прикладной творчести у Холи ГЦК открывает штугадовый великодный фестиваль. Он собрал каляпал тысячи человек. У программе широких духовных и культурно-осветницких мероприемств. Утемлику ознаймленшие паломницкие поездки, экскурсии до культурно-гисторичных помников и православных святынях. Пасха, она сама собой рада жизни, духовной жизни, а духовность должна в нас возрастать. И если мы будем духовно возрастать, то мы будем с вами счастливы, здоровы, богаты в Боге и богаты в любви между собой. Храни всех Господь. Традиционный план проведения фестиваля унесли книжные иллюстрации, мастацкие фото, выставы и доброчинные акции. Важное место отведено работе с молодым поколением. У рамках фестиваля пройдет широких встреч священников с молодью. 12 мая для батьков, тем леку тех, чьи дети потребуют повышенной уваги, отбудется сход, тема которого станет долучение молодого поколения до духовной культуры. При этом, кроме традиционных, в плане фестиваля появились и новые мероприемства. В январе месяце была подписана программа с управлением образования, сотрудничество областное. Поэтому в рамках этой программы впервые в этом году у нас проходит в рамках пасхального фестиваля областная олимпиада по основам православной культуры, где принимают участие все учреждения образования области. Головным же концертным мероприемством стала урочистая программа, присвященная открытию фестивалю. На сцене ГЦК выступили вокальные и танцевальные коллективы Гомеля. На огол у першыню в этом году фестиваль вышел за рамки областного центра и теперь проходит уже у межах усёй Гомельской епархии. Так, выхованцы не отдельных школ подрыхтовали великодные меньшавани, с якими до конца мая наведуют социальные притулки и детячие дамы региона. И коли в минулом году фестивале приняли удел каля 10 тысяч шахаров областного центра, то на этот раз юнобяцая стать ясше больше массовым. Ганна Ковалева, Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, телерадоакомпания «Гомель». Гэта и инши новини вы можете знайсти на нашем сайте в интернеті по адресі www.tvrgomel.by На гэтом выпуске завершено. У студии працавала Маргарита Шибукова. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова